после обеда хочется сладкого хочется приготовить тортик сделала две упаковки творога каждый по полкило и буду делать два тортика всего не один будет тортик домик но с печеньем савоярди мне так больше нравится потому что она более мягкая она сверху посыпана сахаром блестит на электрическом свете и не надо покрывать шоколадной глазурью можно есть с утра так как это творог и печенье и так у меня стоит где-то тут 150 грамм масла 175 где-то пол килограмма творога печенье и сахар замотала потому что тараканов почти нет но отдельные перепуганные особи иногда выскакивают по вечерам разминаем творог вилкой с маслом и сахаром или пробиваем блендером в однородную массу я люблю все красить творог белый я покрашу домик два цвета разных все складываем чтобы пробить блендером ну или вилкой перетираем ганильный сахар добавляем и я буду делить потом на две части и подкрашу обе части в разные цвета должна получиться однородная масса делю массу на две части и подкрашу в разные цвета пищевым красителем веру красненький и голубенький красим ну примерно так тортик может быть белый белый творог может быть шоколадный если какао добавить а у меня он розовый и голубенький бирюзовый и так нам понадобится фольга какая-нибудь бумага плотная типа картона на которую можно выложить будет тот чтобы потом снять фольги вот у меня бумага есть тут были коржи слоеные которые выпекала пироги можно из-под пиццы но вот что-нибудь во что завернут корж можно использовать потому что потом надо тортик как-то снять с фольги он все равно даже когда застынет будет такой но неудобный для снятия поэтому надо подумать на что вы будете выставлять по массу творожную надо еще продумать сколько вы будете ставить печенье потому что посередине идут но допустим у меня 6 посередине и с каждой стороны будет по 6 будет подниматься как треугольник и посередине будет варок но тут немного технология другая надо начали печенье сделать посередине на него творог уложить а потом приставить по бокам печенье печенье предварительно немного смакнув в воде чуть-чуть мочить и чуть-чуть чтобы она не развалилась совсем вверху мы должны выстроить как конус постепенно вверху уменьшается творог виде конус со строем примерно так должен устроиться наш домик то есть я еще добавлю немного ворога можно розового можно голубого белого какого хотите вот представляете палочки смотрите как у вас получается высота с этим домиком немного больше возни но он более красивый для меня вот почти уже готов только верхушку еще можно добавить немножко розового и за можно закрывать его я так просто примерила как это будет в холодильнике постепенно осядет и превратится в однородную массу кто хочет внутрь добавить изюм мармелад орехи домик готов то что сверху немножко место осталось вон утром будет со сядет и будет нормально украшение чуть позже когда уже откроете после холодильника можно посыпать дополнительно крошкой для просвета немножко есть между печенье сверху она все возьмется и соединиться холодильник час-два я может быть меньше чтобы потом открыть показать если двух свет сверху просвет останется заполните орешками чем-нибудь таким ничего страшного завернув фольгу немножко прижмите вот эти края сверху чуть-чуть легонько и на досточку желательно я немножко ножом так приподняла потому что у меня там картон и в холодильник а потом можно украсить остатки было пол килограмма творога то есть осталось вот так один раз два три шарика сделать из творога на завтрак а также остатки творога можно выложить креманку и переложить немножко внутри печеньем и будет тоже в принципе самое но не в виде домика а в креманке у меня есть пачечка открытого марципана это миндальная как бы паста ну десерт я его разрежу на кусочки и переложу между между творогом у меня тут еще немножко розового осталось и вот так оставлю ну еще один вариант получился и сверху я закладываю марципаном напополам режу ну и маленькая пиалка получилось с творогом остатка за сататка творога в ожидании десерта закинула в морозилку доме пару минут подождать хотя бы полчаса ну и вот маленький десерт у мне тут стоит я не делала шарики я сделала маленькую пиалку но тоже такой вариант может быть 15 минут морозилки и вот уже верхушка практически соединилась можно добавить немножко остатки печенья которая осталась если есть печенье можно посыпать внутрь верхушки украшение могут быть орешки шоколад стружка все что угодно немного присыпала какао и добавила гранат конечная декорация это дело каждое в общем-то индивидуально ну вот у меня немного орешков и гранат несмотря что я посыпала сахаром какао мои пальчики дамские переливаются все равно потому что на них сахар на электрическом сети они немного блестят тортик можно резать на транше вот так как печенье стоит получается их тут 6 штук в общем в разрезе тортик вы увидите чуть чуть позже на других видео потому что ему надо еще хорошо застыть и так как я каждый день готовлю обед или ужин увидите тортик наверно завтра за обедом за ужином я буду выставлять я нарежу на кусочки видео выставлю одновременно рядом так что можно будет посмотреть и впоследствии наверное видео домика присоединю к другому видео где будет он в разрезе или то что в разрезе присоединю к этому видео чтобы можно было щелкнуть например на фейсбук и посмотреть фотографии как делалось и в разрезе заходите в гости будут новые тортики десерты что-нибудь на обед ужин праздники выходные ну и рядом остатки от творога который вместились маленькую пиалку было пол килограмма творога где-то 150 грамм масла 170 можете залить шоколадной глазурью все по желанию украшения тоже